Посольство разных стран. Ребята, прямо улица с большим количеством посольств. Вот смотрите, что на знаке написано. Парковка только для машин. Посольство Турции. Причем так интересно, вот эта улица целая посольств и нету никаких заборов, таких больших решеток. Вы же видели русское посольство, там стена трехметровая, железные двери там такие, короче не пройдешь. В общем так интересно, чего оно так. А у других посольств просто красивые домики такие. Я говорю, просто улица с флагами и названием разных посольств. Посольство Австралии. Вот посольство Туниса. Вот пожалуйста, трамп-хотел. Минут 15 назад выгрузил наших около музея. Сам сейчас пытаюсь упорно найти парковку. Машин сейчас куча, сейчас 4.30 вечера. Как раз здесь все заканчивают работу в это время. Так что машин просто море. Я надеюсь через пару часов тут рассосется, будет проще ездить. Полчаса спустя я запарковался, иду к музею. Ура! Это музей истории натуры что ли. Натуральной истории. Сейчас посмотрим, что у нас тут за натуральная история. И самое главное, что здесь большинство музеев все бесплатно. Причем тут мы ничего увидеть много не сможем, по одной простой причине, что через полчаса они оказывается закрываются. Ну поскольку мы уже здесь зашли, тем более что бесплатно уже пройдем, но сниму я здесь подробнее, наверное нам придется вернуться. Вот, так что давайте я лучше покажу как мы гуляем просто. Мы реально успели вот буквально чуть-чуть пройтись по вот этому музею, куда мы зашли. Вообще там интересно, но конечно надо, там много времени там надо. Вот, но мы сейчас вот вышли просто на улицу и гуляем по чудесному бульвару. Посмотрите, огромные тут здания, спереди и сзади, все какие-то тут музеи и так далее. Вот, и будем сейчас гулять, тут монумент, тут недалеко сейчас сходим, потому что у нас через два часа экскурсия начинается. Но по местным пробкам, по местным всему, куда-либо отсюда отлучаться физически нельзя. То есть мы будем рядом с тем местом, где у нас будет как бы загрузка на эту экскурсию. Вот, она будет вечерняя. То есть в 7 часов она начнет, в 7.30. А пока будем гулять здесь, что-нибудь купим, перекусить возможно. В общем будем наслаждаться погодой, честно сказать жарко, но здесь жара такая сухая. И, ну честно, намного ощущение приятнее, чем во Флориде. Вот, мы прямо этому так порадовались сильно. Даже вот все равно плюс 30, а в синьке, ну, ощущается как, не знаю, как плюс 22, наверное. Вот, просто изумительно. Смотрите, тут музей. Национальный музей африкано-американской культуры и истории. Вот это вот здание оказалось. Вот. Посмотрите, вот здесь вдоль этой вот дороги, где все гуляют, очень много таких стоит автобусиков. И видите, они здесь продают еду. Я думаю, они тут зарабатывают кучу денег, потому что у них прямо народ толпится. Ну и оно реально очень и очень удобно. Прямо рядом все же пешком тут ходят. Куда тут дойдешь, куда-то кушать непонятно. Здесь все-таки расстояние большие. Они вот прямо стоят идеально. Вот мы находимся прямо около вот этого Вашингтона монумента. Просто огромный парк. Такое поле на самом деле. И тут еще один огромный парк. Вот смотрите. Видите, насколько огромные эти здания? Просто им конца и края нет. Очень красивый мемориал. Как это называется по-русски? Обелиск, наверное, такой большой. Вот мы зашли в тенек. И здесь стало совсем по-другому. Очень хорошо. На солнышке все-таки сильно жарко. Просто голову, чтобы на нее положил. Двигай фокус. Еще двигай. Вот так. А вообще, по-моему, наверх даже можно на нем подняться. Не знаю, сейчас есть такие экскурсии или нет. Было бы интересно. А тут, смотри, автобусы. Видите, можно на них кататься и смотреть. Ой, мячик. Мячик. Опа. Ой, какой мячик. Смотрите, какой большой. Видите, они так потихоньку кидают. Что-то происходит. Что-то со всех сторон едут эти пожарные. Смотрите, здание американского архива. А вот здесь автобусики. Вот мы на каком-то из них сейчас поедем на экскурсию. Я еще не знаю, какой из них. И здесь какие-то классные здания.